Всем привет, я Анастасия Нифонтова. Сегодня я вам вкратце расскажу о новом шлеме Шоэль. Впервые за много лет компания выпустила новую модель. Она, на первый взгляд, вроде бы не сильно отличается от старой, но на самом деле изменения очень существенные. Во-первых, самое главное, это динамическая защита, которую они встроили в шлем. Видно здесь такой вот второй слой пенопласта, такая как бы мини-шапочка. Зачем это сделано? Для того, чтобы когда гонщик падает и начинается вращательное движение головы, чтобы энергию распределить, убрать точнее энергию с шейных позвонков и, соответственно, чтобы не было травмы. Поэтому получается, как бы голова у вас немножко в шлеме прокручивается, а шейные позвонки остаются на месте. Это очень важная новость, потому что я считаю, что это нужно, необходимо. Ошейник защищает от вот таких боковых ударов, а именно на скручивание такой защиты нет. Шлем шои позволяет уменьшить риск таких травм. Также у них увеличили, на этих шлемах увеличили количество ребер и жесткости, их стало больше, и они стали более выражены. На белом шлеме это лучше видно, чем на раскрашенном, а вот здесь на макушке, по бокам ребер стало больше. На старом шлеме, видите, он более гладкий и такой более олдскульный шлем. Еще одна важная деталь, которая, я считаю, очень мне помогла в жизни, это то, что на новом шлеме сделали фиксатор козырька. На старом шлеме, видите, козырек можно двигать туда-сюда без проблем, и когда болтики ослабляются, от ветра его начинают вот так вот мотылять туда-сюда. Это дико раздражает, дико неудобно на скорости, если еще ты в гонке едешь, ну, то есть это просто там. На новых шлемах видно здесь вот такая вот штучка, фиксатор, вы просто защелкиваете туда козырек, и даже если болтики чуть-чуть разболтались в процессе езды, ничего страшного, козырек все время держится на месте. Улучшена система вентиляции шлема, другой дизайн, видно, что вот на старом шлеме было так, новый шлем, вот чуть-чуть другая морда у него. Здесь такие резиновые вставочки. Честно говоря, мне, спортсмену, не очень понравились резиновые вставочки, потому что сюда уже не наклеишь наклейки спонсоров, но, в принципе, в общем, выглядит здорово и интересно. Насчет вот таких вот вещей они умудрились немножко снизить вес шлема, что тоже хорошо снимает напряжение с мышц шеи. Ну, вкратце, вот такая вот история про новый шлем Шоя. Называется новая модель почти что так же, как и старая, VFXW, это называлось модель старая. Новая, все то же самое, только к концу прибавлена буковка R, VFXWR. В Европе, насколько я знаю, он называется EVO, но суть дела не меняет, это, в общем-то, одна и та же модель. Поэтому смотрите, ищите в Байкленде, в салонах на Волоколамке, на Нюнке, ну или там в ваших городах, везде, где есть Байкленд. Примеряйте. И что еще, кстати, одно важное замечание. Мне показалось, что шлем немножко по-другому сидит на голове, поэтому внимательно отнеситесь к выбору размера. Не получится так, может такое уточнее получиться, что вы возьмете, вроде бы, такой же размер, как у вас и был, а ну что-то может быть не так, поэтому повнимательнее. Потому что, ну, шлем, действительно, он другой. Хотя кажется, что вроде бы почти что то же самое. Отличная шапка, я пользуюсь шлемом мешаю давно, еще с 99-го года, в своей самой первой гонке, и вам рекомендую это лучшая защита для головы.